Молодец. Надежда Васильевна дала принести в храм. Да. Возьмите. Красиво? Андрюша говорит нормально. Вот это. Да. Чё? Да, конечно. Чё Виктор надо здесь говорить? Андрюша говорит, всё нормально. Не сознаётся. Кто? Андрюша. А, нормально уже? Да. Надо, чтобы на скорую везли, да? Ну, я всё время про неё забываю. Она в храме, потому что стоит. Жёсткий диск записать. Что? Да, вон болтается где-то надо сделать. Я всё время забываю. Она в храме стоит. Не помню. Возьмите. Отпустите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Толкование, сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, первая глава, с 43 по 45 стихи. А детей-то завести надо? А где детки? Толкование. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, и сына, сына Иосифова из Назарета». Толкование. «Речь Господа не просто говорилась, а сердца достойных тотчас воспоминяла любовью к Нему. Как и Клеопа со спутником говорят, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами на дороге?» Иван Грязнухи, 24, 22 стихи. «Так и Филипп имел озабоченное сердце, постоянно занимался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа. То, как увидел Его, тотчас убедился и говорит, «Мы нашли Иисуса!» А это показывает, что Он искал Его. Сей город был небольшой и приличнее мог быть назван деревней. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что Он лучших учеников избрал из среды, не приносящих никакого плода. Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафанаилу. И как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет Господа сыном Иосифовым, потому что в то время считали его еще сыном Иосифа. Называет его Назаренином, хотя он, собственно, был вифлеемлянином, потому что он родился в Вифлееме, а воспитался в Назарете. Но как рождение его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называет его Назаренином, как воспитавшегося в Назарете. Евангелие Атарана, 1 глава, 46 по 48 стихи. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус увидев, идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? И Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу. Я видел тебя? Толкование. Филипп сказал, что Христос из Назарета, а Нафанаил, как более сведущий в законе, знал из Писания, что Христос должен прийти из Вифлеема. И потому говорит, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит, пойди и посмотри, зная, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает его речей. Христос хвалит Нафанаила, как истинного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против его. Ибо слова его происходили не от неверия, а от осмотрительности и ума, знавшего из закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема. Господь сказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа. То, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает свое божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никто не было, когда никого не было под смоковницей. Однако же Христос, не быв там, знал все, почему и говорит, я видел тебя, как ты был под смоковницей. Господь заговорил о Нафанаиле, прежде чем приблизился Филипп, для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал ему о смоковнице и прочем, о чем он говорил с Нафанаилом. Иван Глета, на первая глава, с сорок девятого по пятьдесят первой стихи. Нафанаил отвечает ему, рови ты, сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь более сего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Толкование. Порочество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере. И его сила была более, чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены призрачными бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и то, что он поистине израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком Петр. Он верует только, что Иисус есть человек боголюбезный, царь Израилев. Если бы он исповедал его истинным Богом, то не назвал бы его Царем Израиля, но Царем всего мира. За сие он и не ублажается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению достойному его божества, говорит, будете видеть ангелов Божиих восходящих и нисходящих на Сына Человеческого. Принимай, говорит, меня не за простого человека, но за владыку ангелов. Ибо кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог сие сбылось при распятии и вознесении. Ибо как повествует Лука, и перед страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел, и при вознесении. Господу нашему слава, родители, молитвы. Абоняще, кто у нас, Надежда, уехала, кто может сообщить? Говорите. Татьяна Кузьмичина всем передает поклон. Благодарит вам, надежда. Благодарит вам, также мама тоже передает всем поклон. Соклакова болела на ту неделю, а в эту не знаю. Виктор в командировке? Виктор здесь? Ливия с Леонидом Квараевым. Смотрите все о бутырках. Кто еще у нас, болящие коломонии? Раиса Николаевна вчера себя плохо почувствовала. Вчера она была? Она вчера была, да. Вчера она очень что-то, не знаю, силы потеряла. Помоги Господу. Можно высказывать? Да. Я хочу сказать немного про Валеру. Вы все молитесь? Наталья может. Он перенес очень много химиотерапии, по-моему, даже для мурицы. Но онкология все же вернула. Да, и теперь 20%, 25% из того, что он будет жив и здоров. Пожалуйста, не забывайте, продолжайте молиться. Ему то легче, то хуже. Последняя химия была очень тяжелая. Сейчас немного полегче. Но, в общем, периодами, помните, как у нас здесь все было. Не забывайте, пожалуйста, молиться, чтобы Господь Наташу укрепил. Все-таки это тяжело. Мама никак туда не приходит? Мама нет, не приедет. Я спросила. Да, отказана я отказана, наверное. Ведь из-за вот этой обстановки между нашими странами посольство в Москве полностью закрыто. Возможности маме туда приехать нет. То есть Наталья там со всеми этими заботами получается, остается одна и с Богом. Да. Есть у нее, конечно, там знакомые, женщины, у нас Валентина. Она не часто говорит. Она тоже о них молится. Чем-то она может физически, может помочь. Но тоже женщина в возрасте. Можете понять, что как бы помощи большой нет. Я благодарю вас за ваши молитвы обо мне. Я болела на прошлой неделе. Спасибо, Сухрестов. Будет здраво. Постараюсь. И если я кого-то вас огорчала, вы меня просите, пожалуйста, ради Христа. Я никаких намерений заранее не вынашивала. Если так получалось спонтанно. Простите. Не серчайте. Спасибо, Христа. Хочу обратиться ко всем все мы члены общины. Так? Есть у нас община? Есть. Что у нас отличает от других? Есть община. Даже если где-то появляется община, вроде как, ну, какое-то количество людей, то, когда священника перебрасывают на другую, в какое-то место, община практически распадается. Это уже были у нас здесь случаи такие в Барнауле. Наши братья и сестры посещали. Вроде как там тоже наблюдали, что есть община. Все разваливается. У нас, слава Богу, уже не одно десятилетие мы имеем общину. Правда, не все по-прежнему, как вначале, имеем любовь, не сохраняем первую любовь. И уже расхолодились, и не так себя нудим, как батюшка нас все время призывает. Нудить нужно себя, заставлять нужно себя, любить. любить ближнего, любить себя, свою душу. И ощущать себя членом общины далеко не все уже хотят. Не все желают здесь вот пребывать на духовной терапезе. А поскольку мы члены общины, у нас есть устав. Устав, который мы приняли. И кто после того, как мы приняли уже этот устав, приходит, если то, он должен исполнять. Он берет на себя обязательство исполнять этот устав. Кроме того, есть еще по уставу наблюдатели, которые избраны общим собранием. Среди них и я тоже. Так, некоторые говорят, перестань ты уже дергать сестер за юбки. Ну, что тут? Ну, что это? Я имею в виду, что говорить постоянно, что юбка там короткая. А, вот она. Я не говорю, что там я подошел начинать дергать юбку. Не тот возраст у вас, что просто так дергать. Мы понимаем. Так вот, я хочу сказать, колени открыты у девочек. Ужас. До чего мы докатились? Так вот, я хочу сказать, что я буду говорить. Буду говорить, потому что это моя обязанность, потому что я избран. И, брат, сколько проповедей ты к Феодору? Сколько объединяет, ну, сколько проповедей из этого обращения Ян Зоотовства к Феодору было? На протяжении каких проповедей ты читал? Уже несколько выходных. Уже несколько выходных. Да. Иоанн Зотоустый, пытаясь спасти душу Феодора, сколько он написал и сколько он его вразумлял. А если мы этого не делаем, то мы не подражаем? с нас потом Господь спросит. Ты прошел мимо. Это, собственно, соблюдение устава это то же самое, что соблюдать правила дорожного движения. Если ты не остановил кого-то, то ты не увидел идущего через дорогу на красный свет. Ну, ты будешь виновен перед Богом. Это то же самое, аналогично. Так что, простите, но буду исполнять свои обязанности, которые возложили на меня сами. Игнать Тихонович, вы меня хорошо слышите? Да. Слышите. Обращаюсь к всем вам, братья и сестры. Игнать Тихонович, к вам. Я молилась об одном вопросе, сейчас хочу его озвучить для вас, для всех. Вот когда у нас болела сестра Анастасия, и люди жертвовали на ее лечение, конкретно на лечение. По смерти Насти в этой копилке остались деньги. Сейчас у нас болеет сестра Татьяна Кузьминична, у нас болеет Володя. Ему еще целый месяц жить на таблетках, грубо выражаясь. И я хочу попросить благословения или вашего решения, возможно ли из этой копилки помочь этим людям на лечение, не из той, что детям перечисляют, не из той. То, что на детей на дробот перечисляют, это отдельная казна, она неприкосновенна, и то, что из нее тратилось, вы все в курсе. Но вот та копилка, что на лечение сестре Анастасии, можем ли мы помочь также нашей сестре Татьяне Кузьминичне, нашему брату. Это люди уже столько лет в общине, много трудятся ради Христа. Вы это все знаете. Володя официально нигде не работает. Он, конечно, работает, зарабатывает деньги, но я думаю, наша помощь не была бы лишней ни ему, ни Татьяне Кузьминичне. Я не знаю, тут нужно голосование или ваше слово, что тут нужно? Он мне слово даст, я отвечу. Хорошо. Спасибо, Христус. Виктор Андреевич, можно пару ставить? Да. Тебе нельзя ставить речь, помолчи, Бога. Иди, Мишка, смеетесь, так давайте. Молодя. Я также благодарен всем за молитвы, что все это чувствовалось, потому что у меня в палате ни один курящего не был мужчины. удивительно просто. А остальные, я смотрел в палату, там мужчины все время на первый этаж спускались, видимо, где-то там курят. Там курилка специальная. А, специальная, да? Там дым, откроют дверь, не видно. В дыму все. Слава Богу, люди такие... Потом выходят в лифт, они едут, спускаются, ну, с девятого, с девятого на все это, да? И в этом лифте, он... В этом лифте просто невозможно с ними ехать, становишься пассивным курищиком вместе с ним, пока ты доедешь до своего и до этого этажа. Я неоднократно их замечать тоже говорил об этом, но они не слушают. Вот, и это... А у меня интересны собеседники попались, ну, так я к ним сильно не наедал, не надоедал, как говорится, я только молился за них. Двое полицейские со мной лежали. Вот один, я вот не знаю, у них как по профессии, они как они... Один там где-то на зоне охраняют, а другой где-то вот как бы типа оперы, шокол. То есть, с ними работают. Вот, с ними была беседа в первый же день с одним. Евангелие они не взяли. То есть, он говорит, и я, это... Любой закон можно, по-своему истрактовать при желании, говорит, даже божественный. То есть, один такой попался. второй подошел ко мне один раз, у него поясок такой же, как у меня примерно, только живые помощи, говорит, там написаны. Ну, говорит, они у меня постерли, если там написано. Что с ним делать? Ну, это священная, говорю, так-то вещь, надо же сжечь и купить себе новую. Ну, говорю, если ты не исполняешь заповеди Божии, не молишь, тебе это ничего не поможет, говорю. Вот, и у нас эта беседа началась, так как он служил в спецназе, даже одно время, в поездки в каких-то охранял Путина ездил, участвовал в личной охране. Я с ним побеседовал, немножко там коснулась тема войны, как обычно, когда все подходит себе. Он говорит, что любой человек, который убивает, это значит, что он нарушил заповедь Божию? Конечно, нарушил тоже, не убей, что за заповедь. Ну, и на этом как бы закончилось, он немножко так, бурно немножко начал, а потом раз спукался, то есть без осел, без мата, без всего, мне понравилось, то есть они были такие совестливые люди попались. И все, я потом только за них молился. Евангелие предложил, ходил по палатам, вот мне братья помогали, привозили сестры, помогала, Татьяна тоже мухой привозила Евангелие. Благодарю их за помощь, многим раздал, единицы, только человека два, может, подходили, задавали какие-то вопросы по Евангелии. Остальные, все, там, я не знаю, как они читали, там, не считали. Я своему соседу дал, там тоже, дедушке пожилому, он немножко почитал и все и положил. Ему все время, он стонал, там, все им плохо, врачи не такие, питание не такое, жена не такая, все не такое. Солнце неправильное. ему врачу, говорила так, Тамара Григорьевна, говорит, ну ты как-то живите радостнее, ну что вы, начните молиться. Он говорит, я Бога-то верю, говорит, ну я, не молюсь, ничего, говорит, просто верю, и все, что есть вам. И во концовке его уже писали, то есть так с ним не смогли сладить, потому что ему надо питаться, чтобы прямая кишка где-то работа, а он не ест, боится запора, и от этого всего, ну то есть от нервных. Порочный круг себя загнал и все. Да, то есть они не могли его разбить. Вот, и потом при выписке у меня второй раз беседа состоялась уже с теми, которые людьми, я слежу книгу, читаю, называется Отца Алла Павла. Это, там описывают события, как люди из мусульманства и идуи, это, как оно там? Иудеи. Нет, иудеи. Индуизм. Индуизм, да. Обращаться к христианству. Очень поучительный, как они были сперганим, гоняли христиан, убивали даже некоторые, которые побивали. А потом обращались по молитвам. Вот, и называется Отца Алла Павла. Вот, и этот, как раз, один мужчина, вот этот, один из полицейских спецназцев, он заинтересовался этим, говорит, а что вы за книгу читаете? Я говорю, вот начал ему пояснять, что люди обращаются к христианству, а он говорит, я Богу это верю, говорит, ну, я, говорит, не фанатично, говорит, не верю, говорит, так выглядит. И потом, говорит, а почему, говорит, все время в наушниках сидите и читаете книгу, то как так совместить музыку и читаете? Я говорю, потому что, Павел, ты грубо материшься, свернословишь, а мне это неприятно. Я ему пару раз замечание сделал, смотрю, у него просто, он вроде попросит прощения, а потом опять через 5 минут начинает. то есть у человека греха. Свернослови. Он попросил опять прощения, вроде, простите меня. Все, и в дальнейшем, вот так, все, слава Богу, расстались, нормально, все поблагодарили, попрощались, там я врачей поблагодарил, сходил. Одна палата женщин приглашали на беседу, с ними там побеседовал. Да, то есть, Вибра взял в руки и с ними побеседовал, там какие-то вопросы были, какие-то. Ну, вот так, слава Богу, то есть, спаси Христос. Все, хорошо. Жолниру, Нину Александровну выписали, она уехала домой, все, что можно было за это время проконсультировать разными специалистами, что можно было обследовать, обследовали, в принципе, у нее в основном все остеохондроза шейного и грудного отдела позвоночника, вот, так что со стороны сердца, которое там говорит, что перенесла инфаркт какой-то, ничего там не вылилось, но гипертоническая болезнь у нее остается, то есть давление зашкаливает, прыгает. Она очень эмоциональная женщина. Я ей посоветовал, чтобы она расслаблялась и чтобы поменьше эмоций. Особенно говорю, когда ложитесь спать, вы попытайтесь расслабить свое тело от кончиков пальцев на стол до макушки. Расслабьтесь и спокойно засыпайте. Я говорю, засыпайте. Я, говорит, ложусь в постель, как пружина, как стальная, залезанная пружина. Ну, отсюда и бессонница, а бессонница всегда сопровождается подъемом давления. у нее благодатная была паополата. Вот я уже говорил про эту цыганку, которая с ней вместе молилась и ходила на проповеди. Благовествовали, они раздавали Евангелие. Потом вторая соседка у нее была тоже, которая себя отлучила от церкви, ходила в храм, а потом отлучила себя от церкви, сама себя. Ну, и в результате бессед с Ниной Александровной она вернулась в лоно церкви. Она приготовилась к исповеди, покаялась, и здесь они вместе были в часовне на службе, уже в Великой Пост, и она исповедовалась, и священник допустил ее до причастия. Так что такая вот труженица наша Нина Александровна. Помоги ей, Господи. Она въехала, теперь там она одна в деревне, не знаю, как она там будет справляться со всеми хозяйцами, но как справлялась. Может, только больше забот доставляла, помощи-то от него не было, в принципе. Ну, в общем, все его кончина отложила свой отпечаток. Ну, понятно. Да, она не может сейчас полностью отойти от этой потери, но и вот. Хотя, хотя это понимает, она как в состав разогналась и все, едет и едет. И надо ухаживать за кем-то, беспокоиться о ком-то, видать. Да, это так. Сын выставил на продажу дом. Молитесь, чтобы продался дом. В деревне которой, да? Которая она. Да, помоги, Господи. Ей, конечно, лучше сына. Сказал, сын, заберу тебя. Там, знахар против. Вот, еще у кого есть слово? Да, брат. Я прошу ваших молитв. Я сейчас назначил благовестие в чатру летки. Вот, по примеру, Сергея Козлова и Игная Тихонича. И вот прошу ваших молитв. Начал выставлять потихонечку ролики. Вчера приезжал, брат установил мне программу, которая может монтировать эти ролики. Вроде и просто. На самом деле, все, это время нужно. Вот. Еще у меня вот последнее время, может быть, кто не знает, вышел новый закон об ответственном обращении с животными. Я вот как дрессировщику хочу немножко прояснить, что происходит. Значит, происходит подмена понятий. Да, подмена понятий. То есть, легализуются бродячие стаи и запрещаются полезные животные, собаки. То есть, выведен список пород, которые будут запрещены в России. Собаки, которые охранные, которые могут охранять, кусать человека. Они служат для пользы, для охраны стратегических объектов. То есть, эти породы хотят запретить и легализовать, значит, стаи бродячих собак, во всех собак-паразитов. Их нельзя убивать, а будут убивать, их придется убивать, если их запретят в России служебные собаки. Вот это идея зооцентризма, что животных вообще нельзя убивать, это живое существо, оно должно жить, и глист тоже в желудке должен жить, его нельзя убивать. Желудки в этом просьба на лице. Дополнение? То есть, это все на законодательном уровне уже в России продвигается, лоббируется и рано или поздно с этим придется столкнуться. По всем прошу прощения, потому что она прощенная на воскресенье не была и хочу поблагодарить за молитвы, продвигается наше оформление, уже на финиш напрямую выхожу. Но были ошибки и виновата я во всех ошибках сама, потому что и юристов вводила в заблуждение, и вот прошу прощения тоже. И помолите, чтобы мне это закончить уже, оформление. Юристы такие везде прощаем. Да, да, по всему земному шагу. Нет, у нас один, к которому она обращалась. Да, ничего себе, обращение. И у нашего юриста прошу прощения. тоже. Помолите, по моих родственникам в разумлении тоже болею, яд у вас болелась. Если кто желает, помолитесь, пожалуйста. Ну, проси, конечно, помогите. Хочу сказать, что ролики наши смотрят, и вот буквально на днях иду я из магазина домой по дорожке навстречу мне идет высокий такой мужчина, молодой. Уже прошли, он как бы меня окликает и говорит, а вы знаете Игнать Тихоновича? Я говорю, да, знаю. А Сергея Пупкова знаете? Конечно, знаю. Ну, и вот несколько слов мы там переговорили с ним. Оказалось, что он лежит в туберкулезном диспансере, вот, и Роман говорит, он был у Сергея Павловича, знаком с ним, смотрит ролики, хотел встретиться с Сергеем Тихоновичем, но как-то не получается. Так что вот такая была мимолетная встреча. Еще одно свидетельство, что ролики наши пользуются спросом. Виктор Андреевич. Да. А я еще тоже хочу сказать. Вчера, нет, позавчера, наверное, в пятницу это было, я тоже иду, а у меня женщина какая-то один раз перед этим остановила в магазине и говорит, так это ты, я говорю, я. А что? Да мне сказала, Таня, что ты ходишь в платке, что ходишь в курам. Я и не поверила. Это когда-то, лет 20 она меня знала назад. А потом-то, потом уже стала, я говорю, что не поверила-то. Ну и потом стала так рассказывать мне, а потом говорит, а вообще, я ваша роль, я все смотрю. Я, поклонитесь за меня Игнатью, поклоняюсь вам, она сказала, поклонитесь ему, Пупкову поклонитесь и любит сильно Володю. И в пятницу, когда я иду, думаю, хоть бы тебя увидит-то, хоть бы, это, я говорю, так ты зашла бы, я тебе номер телефона дала. А она выходит, и я иду на встречу. Она говорит, о, давай мне книги, книги просит, вот эти, красные. Евангелие. Я уже там весь подъезд, они меня ждут. Ты мне это, я, короче, ей отдала. И пришла к нам, и Володя там это, она, Володю не кормите, Володя не это самое, вы его не жалеете, вы его эксплуатируете. Я ему, ей все пояснила, я говорю, никто не эксплуатирует. Все Володю мы любим. Она его увидела, так это самое, ну, как будто своего уже, как будто он должен ее знать, хотя он ее первый раз видит. И прям Пупкова там не знает, как Игнатия, это все для нее. Ну и в общем, вот такая тоже встреча была, и она говорит, я всем рассказываю, я всем это, можно я к вам приду? Я говорю, так можно, но у нее, эта дочка, этот самый следователь, и она в Красноярск, ее вызвали на две недели, она теперь сидит с ребенком, с детьми, с ее, и говорит, если будет такая, мне узнала, что вы мне разрешите, я говорю, да конечно разрешать, на службу-то прийти. Ну и в общем, тоже встреча была, вот вы меня хватает. Еще у кого-то слово есть? Да, не вспомню, в эту пятницу. Дайте вам слово. Какое слово, итог подбить только. Так, а я не вижу, Галина Александровна вопросу задавала, ее и нету. Галина Александровна, ответ слушайте на вопрос. На ваш вопрос относительно средств, которые остались после смерти Анастасии Льва-Балерьевны, дробот, ответа другого и быть не может. Деньги назначались для того, чтобы человеку помочь в болезни. Никакого другого назначения там не указа у нас было. И переводить никуда их нельзя, больные остались. И другие, кто расстались, они ничем не хуже ее. И она бы так сказала, я ухожу, а куда же средства заливаются? Вопрос сам по себе решается. Если я скажу против, значит, что-то у меня не то совсем. Да, остальное неприкасаемое. Я сказал, просто выслушайте еще раз. Я вижу, не все хорошо слышат, платочками плотно залезали уши-то. Дробот, ну, знаете, цифра вот один, это один. Две цифры рядом, это уже до ста. Десять до ста. Сто уже три цифры писать. Я сказал, фонд, который образовать нужен, должен быть семизначный. Что такое семизначный? Четверо молодых подрастают, и для них это и немного, и ничего. Времени ограничены. Коснулось покупать кухонный аппарат. Все посоветовались. Все строго по инструкции. Батюшка благословил, позвонили покупать. Я говорю, Виктор Андреевич ничего не знает. Не покупать, пока ему не позвоните. Он в этом состоит, что с ним совет держать. Так было? Будьте строги в выполнении то, что вы приняли. Особенно строги в этом юристы. Они не за правду борются, юристы-то, а за соблюдение закона, который написан безбожьими людьми. А по-другому нельзя его выкинуть. Мы думаем, вот он такой грамотный, он там сейчас все сделает. Он ничего не может сделать, кроме того, что написано в его законе, ни в Библии, ни в совести. В каждом государстве свой закон. Один закон, есть, который для всех народов, там все времена, закон Евангелия. Правда должна быть. А закон, я по закону все сделал, по закону обобрал, отнял квартиру. Я пришел, я разговариваю с председателем краевого суда, генерал-майор по-нашему. И он говорит, вот сейчас был инбалид, войны, буквально плачет. Дочка познакомилась с каким-то, познакомилась, женились, прописали. Ну, теперь ее оставляют, делешь квартиру. А я за нее работал всю жизнь, за эту квартиру, на моторном там где. Он говорит, я ничего не могу сделать, по закону. А какой же тут закон-то? Он, во-первых, разрушил ей жизнь, семью разрушил, ребенка оставил. И ему квартиру еще нужно делить, отдавать. А совести даже вещи нет. Я мог бы что-то сделать, я вижу, без законе. Любой маленький юрист сразу проверил, потому что против закона делает. Закон оговорил, но он не представлял закон, что будет такая подлость. Дальше, о чем сегодня говорили? Я попрошу очень внимательным быть. Потому что касается кое-кого, догадывайтесь, не буду называть, хотя не вне храма, я могу свободно называть имена. Так, мы здесь находимся уже 27 лет. Канон Андрея Крисского на первую неделю считается 4 раза, на 4 части разбитые. На пятой неделе, в четверг, будет полностью считаться в течение года 5, умножьте на 20 лет, 100. И некоторые ни разу не пришли. Вы не думайте, что это случайно, 100 богослужений, и ни разу не прийти. Это означает, канон покаяния прошел мимо, это минимум. Далее, всей глубины этого канона ты никогда не знаешь и не будешь знать. В университете я его проходил по частям. Какой герой называется? 254 героя пришлось библейских взять. Мы проходили медленно, медленно и четко. Вы для себя это возьмите. Мне пользы никакой нету, то, что ты придешь или не придешь. Я о тебе забочусь. Почему так решает? Если сказал, а ты меня ненавидишь. Господь по-другому будет судить. Если ты видел, а что согрешает он разве? Златоуст, ты даже не знаешь, как называют? Человек, который не прикрыл наготу отца, ему имя какое? Хам. А два взяли одежду и задом попятились и накрыли отца, чтобы отца не видеть наготу его. Он лежал совершенно голый. Брюк-то не шили, а просто материя намотана. А вы, говорит, то не приходите. Вы раздеваете мать руками своими. Почему? Церковь состоит из членов людей. Клистья ее. И ты ободрал листья. Тебя нет, другого нет. Ну и все. Ты хам-хамов. И даже не знаешь, канон покаянный, почему тебя не подвигает. Ты боишься его уже? Там столько накопилось уже этой ржавчиной грязи. Значит, нужно продрать себя, как Солженицын, по хребту хотя бы раза два, чтобы увидеть, кто мы такие. Это по порядку. Все, четверг прошел и приходит. Мы сделали попозже, до шести, кто с работы придет. А с работы как раз, я не знаю, кто приходил или нет. А Марина с работы придет. А Марина. Вот Марина. Она тут рядом все-таки успевала. Специально сдвинули. А как раз работящие... Я вам рассказывал один рассказ про одного пожилого человека. Когда умер, а его вспомнить нечего. Ничего нет у него. Он сидел тихо, мирно. Его все любили, хвалили, как нашего Володя. Почему он нигде не выступает? Он замечательный, пройдет мимо, как сквознячок пролетит. Как Андрей Кураев говорит к Игнатью, другое бы отношение было, что он делает. Если бы он не задевал священников. А я говорю, вы безумствуете? Крещения нету. Исповедей нету настоящей. Я сразу захватываю широкоформатно. Если мы верующие, то мы должны внимательно относиться к Слову Божию, к велениям Духа Святого, который дал нам Слово Божие. Движимый Духом Святым люди писали. И к тому, что говорит твоя совесть. Неужели совесть не обличает? Каноны прямо говорят. Если человек не приходил, там написано, какая причина. Ну, болезнь. Все ушли на фронт. Коммунисты отознали, большевики. Везде начали советок, все ушли на фронт. Никого нигде нету. Уважительная причина только смерть. А это дедушка оказалась. Припомнили? Так, Мефодий-то, Митрофанович, он никогда не пропускал. Да вы что? У него дача была, да, и дети были, дети были. И дети приезжали, он ни на что не смотрел. И он вошел в аналы истории своей церкви. Он никогда не пропускал, не потому, что жил рядом, далеко. Я живые примеры буду приводить. Вы этого человека уже не знаете, но в деревне у нас живет Владимир Рустинов. Его родной брат Виталий Вкорченый. А у них отец Александр Иванович. Напоминаю, человек-герой в подлинном смысле. Прошел всю войну. Начальник радиостанции Константина Константиновича Рокоссовского, который армию набирал там чуть не все, которые из плена выбежали. Это тех, которых по отчеству Сталин называл. Два человека таких кто-то было. И вот он имел где сидит, Александр Иванович, десять детей. Десять. Восемь сыновей, две дочери. Живет в Искитиме. Шестьдесят километров от Новосибирска. Надо приехать, слезть там потом на автобус и потом ехать на вражную. Старо-бядец. Не пропустит. А на работе, где он работает? В автопарке. Он и слез, и токарь, и заказчик. Все абсолютно мог делать. Десять детей надо прокормить. А ему столько пакостей делали. И он оставил пример. Я приехал в Новосибирск. А где остановиться? Ко мне. Остальные молчат. Я приехал. Ладно, бабушка одна купила, там продавали домик. Она уже слышала, как я говорил, я купила специально домик, потому что знала, что вы приедете, чтобы вас перемануть себе на квартиру. О, Господь, как делает. Мы с ним беседуем. Я зашел, ну комната-то, ну три комнаты, ребятишек-то. А где спать буду? Ну, а вот кровать. А кто на ней спал? Молчат все, говорят, да он и спал. А где ты будешь спать, как на полу? Вот и пример оставленный. Десять детей, и он находил время и работал на государственной работе. Ни одного пропуска. Его знали очень хорошо. Вот он садит в сад. Капуста выросла. Кто-то пришел, лопатой с землей перерубил, мешанину сделали, чтобы у него не было. Держал корову. Городецкий, каким Олега 7, Олега Кашова 7. Я с ним близко знакомый, шедевна, в имена его в молитве. Через него я узнал толкование апокалипсиса. Вот он память свою оставил. Теперь, вы знаете, уже не раз слышали, какое гонение возбегли на отца Владимира Головина. Город Болгар около Казани. Татарская. Татарстан. И заседала комиссия. 28 минут только прошло. Сняли сам. Предупреждение три месяца было. Если он нарушал, а что он там нарушал? Он собирался этот год приехать сюда, в Потеряевку. Но в связи с этими событиями отложил. Сняли сам. Во-первых, это антиэкононично. У католиков, которых больше, чем православных, в пять раз. Их больше миллиарда, одних католиков. И они не сняли сана за две тысячи лет, ни с одного. А почему не снимается? Запрет, и все. А у нас не так. Сняли сан. Такого выражения же нет. Сам не снимается. Это рукоположение, как говорится, бракисты на небе. У нас такие беды сейчас в церкви, везде в патриархии, что людей трясет. На этой неделе новое сообщение пришло. Прищищать без исповеди. И уже вводят отдельно, только ждали этого. В оглашенные забиты и выбросили. Вы не думайте, что это просто так. Это подготовка к чему-то идет. Если жена изменила, имеет право развестись. Но, зато, говорит, муж, если тебе изменил, ты имеешь право. Но, не одобряю, попытайся сохранить семью. Сегодня патриархия, официально, все уже выпущено. 12 причин развода. Это любой мусульманин позавидует. Ему только одна причина развода, что он больше 4, чтобы не врал. Сегодня, конкретно, на сегодняшний день 12 причин прямо публикуют они. Младенцев, там, некрещенных открывать, это я тоже за это. Такие вопросы поднимают и кажутся, решение само, в Писании сказано, ничуть не бывало, делай так, как вздумаю. И придет этому где-то конец, когда прямо скажут, дядя Антихис давно здесь сидит. Люди меня со всех сторон оккупируют православное. Что у нас делается? Я говорю, вопрос не ко мне. Заповедь Бог дал, к нему и обращайтесь. И теперь за отца Владимира восстал один человек, блогер называется, журналист, шахматов Алексей, кто его знает, ты слышал? Блогер. Кто? Это так, человек, который уведет свой канал. Он очень известный. Я тоже не знал. И он едет к нему и берет интервью у него больше двух часов. И берет на себя задачу собрать сто тысяч подписей, написать письмо и лично подать патриарху кириллу. Ничего не будет. Он все это делает и уходит. А ему пишут, вот вы там делаете, там за Ткачева, а вот есть такой-то человек и указывает на меня. Ему пошли ни с одного места, не ночью скинули. И назначили встречу. Сегодня примерно в три часа у меня будет с ним встреча. Приехал далековато, пока в скайпе, я прошу Алексея Зватьеву помолитесь. Я его когда увидел, там он, я подумал, что там делает этот человек. Он сидит, вот такие рукава тут, руки наколотые, все это, синевая одна. И как говорит, здесь выбритые какие-то ниточки. Ну, я думаю, все будет говорить. Но когда стал говорить, и как он до тошен доходит, я понял, он себя православно говорить и называет. А он может даже более православный, чем те, которые ходят и причащаются. Насколько он внимательно смотрит, расспрашивает. И поехал с Кащевым, Андрей и с ним встретился, и все, полковник, который, которого тоже под нож. Но их-то только начали, а меня-то уже двадцать с лишним лет трепет зарезать, и ничего не получается. Ему-то сказали, встретьтесь. И если будет беседа, сегодня уже, поэтому сегодня помолитесь, Алексея его звать. Алексей. Чтобы Господь все устроил, как надо. Я молчать не буду, придется отвечать на вопросы, раз он вот такое делает. Я тоже согласен с этим. Вот о чем сейчас мы говорим. О том, чтобы мы были внимательны в жизни своей, и к себе, и к людям. вот спросили, а где Оля? Оли нету? Оля болеет. А когда не болела? Оли нету. А до этого была мама больная. К маме ни одного человека не пропустила. Уж такую, как Татьяну к изменишине пропустить. Я однажды позвонил, и на маму натолстая сразу же трубка была отобрана у ней. Вещина, говорят, плохое содержание. Она повод дает этому? Да так молчаливо. А когда я сказал, почему же не напускаешь? Она так воскрысилась на меня, тут я попятился. А то вот я говорю, а вот он рядом сидит. Я его веселом затаскиваю. Василий Николаевич, сегодня разбирали. Взял одного в долг, долг не отдает. Я услышал, подошел человек, ко мне жалуется. Купил сапоги, а я когда дом куплю новый, тогда тебе рассчитаюсь. Что это за форма? Я отвел, в кочегарство поговорили, он сразу же вынял деньги и отдал. Конечно, за то, что я беру, договорю, ко мне какое отношение-то? Как Андрей Короев правильно говорит, не трожь его, мне друг Василий. Мне говорят, почему в Библии не написано вот то-то и то-то? Почему прямо не написано крестить детей обязательно необходимо у верующих? Да и всех. Вот такое бы, одно предложение было бы, и одна ересь бы уже исчезла. Или не крестить детей ни у кого, как у баптиста. Но нет этого. Я стал думать, почему. Мне пишет, про теорию один звонит, вот написано, я трубил ухо рабу Малх звать. Зачем Малх, когда больше не повторяется нигде Малху? Ну зачем он? Почему не указано имя той женщины, которая там закричала и прочее, блаженощевая себя носившая? Почему ее нету, когда это отобразилось там в миллионах людей? Я ответил, Библия молчит, и Златоуст не говорит. Но себе взял, стал молиться. И у меня все это стало открываться. Ну, прошло почти 10 лет. 10 лет ответа нет. Сегодня ночью был ответ. Из каких вопросов я взял, просто показать, почему Тимофей, полукровка, отец грек, еврейка-то у него замуж вышла, вопреки закона. Он, Павлу ему сказали, а теперь он поминает, и бабку знает, и Еврику, Лаиду, и тебе вера. И два послания. То есть, из 27 книг Нового Завета, две посвященные этому Тимофею. Значит, он сумел себя так показать, что сердце Павла скрепилось с ним. Что после нас будет? Какое воспоминание? Я перебрал героев Ветхого Завета все. Сейчас отец Геннадий Паст уже не первый ролик ставит. Жены Ветхого Завета. Это только Господь мог так положить на сердце. Все известно, и в то же время столько неизвестно, вдруг всплывает. Теперь я узнаю, почему именно Малх, ниоткуда, просто я молюсь и могу сказать, почему. Это что, наказан был? Да, наказан. Пошел с кем? Пошел с этими. Ими ему запечатлено, как человека, который восстал на Христа и который наказан, а Христос показал пример любителя врагов, прилепил ему ухо и оно, как клейка пластыря моего, заровняло, приложил ухо и все. Это примерно тысячелетие. А в тогдашние люди сказали, не было этого, не было. Малх. Так, пришли в римский гарнизон, есть Малх? Есть. А какого надо? у нас несколько Малхов, ну, которым ухо отрубили, а вон, Малх, иди-ка тебя зовут. То есть, там своя картина была. Это вещественное доказательство, что вот он человек, вот он был. Для нас он той роли не играет, как тогда играл. Но Семен Богопримес, какую роль нам играет? Никакой. Но мы знаем, встреча с Господом меняет все и отпускает из жизни Господь человека. Вот говорят, ангелы пали. А сколько ангелов? Третий ангел. Сколько вообще ангелов? Мы знаем, третья часть ангелов пала. А сколько? Когда скажешь, так у вас везде все бесы. Не просто бесы, а много бесов. Когда спросил, как тебе имя, он говорит, легион. А что такое легион? Легион это римская военная дисциплина, как батальон, рота, полк. Сколько? Шесть тысяч. Так, слышите? Ну, бывает, не полная дивизия, полная там должна быть почти. Это без вспомогательных отрядов. Да. Вот теперь, а цифры, вот, тысяча, тысяча, буква А и крестик, внизу крестик, на бок, это тысяча, павло славянский, когда пишут. А если она окружена, это уже тьма, тьма. И падут под тебя тысячи, и тьма, деснует тебя, тьма, это десять тысяч. А легион, это сто тысяч. А уже, зумирион дальше идет, Леодор называется, такими запятыми, вокруг буквы А. Так писалось, в то время. Значит, во всяком случае, речь идет о тысячах в одном человеке. Значит, земля не опустела от них. А я не верю в это. Бесы веруют, а ты не веришь. А какая самая большая заслуга дьявола? Он говорит, я сумел людей убедить, что меня нет. Это самая большая заслуга. То есть, что я сумел это сделать для людей? Люди говорят, а нет. А вот нет. Оказывается, есть. У нас в общере был Игорь Муравлев. Кто-то сказал, что он приехал. Алектина, где она? Правильно, нет? А что? Приехал он. Муравлев? Да-да. А я откуда? Он давно приехал. Муравлев, ты его видела? Я не видела, но я слышала. Мне номер телефона дали и сказали, позвонить ему. Он сказал, что ты очень тебя видишь. Ну, а что, мне Таня сказала, видишь, я не видела. А ты не видела? Нет. Ну, в общем-то, я учхайте, который был здесь. Алектина не видела его. А? Да, не видела. Алектина не видела? Нет. Не видела. Таня видела и мне сказала. Он уехал отсюда и все время он что-то искал. Вот не так, батюшка не такой про меня и говорит, не надо не такой. Батюшка сразу не такой, да тебе есть не такой. А покажи, не такой, я пойду поучусь. А я не знаю. Собирался ехать к Хочеткову Георгию. Поехал? Нет, не поехал. Смуту наводил. К нему все недруги стекались. С чем кончилось? Двое детей, он сам говорит, неверующие, выучились. Развелся, это сообщается мне, развелся, взял другую в себе. Уехал в Таиланд, там широкий круг, наконец крах полный вернулся ни с чем. Когда он хотел сюда, дверь открытая была у нас, говорю, можно прийти бывшим здесь один день. Я бы пришел, если соглашенными не выходить. То есть, так в человеке все и осталось. А как же миллионы его? Он же миляет в дерево. Не знаю. Я говорю, что я говорю только по слуху. По слуху. То есть, все кратковременно и есть это или нет. Почему рукоположение бы не прямо не сказано, не было нигде сказано, что если ни прямой связи с епископами нет, что мы доказываем из Писания, то эта секта, ересь, никакого отношения к церкви не имеет. Ну, это я говорю то, что есть. Но предложения-то этого нет. И больше, чем 200 миллионов, теперь уже можно полмиллиарда протестантов разных, они себя считают церковью. Одно предложение, Господи, почему не сказано оно? Одно. Единственное предложение. Если нет прямой связи рукоположения, с апостолами, это не церковь. Сегодня есть только у католиков, православных, григориан, армян, копты и сирийцы. Все, больше нигде нет. Для меня это самое главное. Я могу разговаривать, а это только увещевать. Теперь, Сергей Павлович сказал в чате, рулетка, я просил молиться. Молитва услышана и отвечана. Вот если включаешь, а там кадры, человек говорит, долю секунды, он же, видите, с бородой кланяется, он сразу там нажал, или как, долю секунды, меньше секунды люди. И вот так-то и как раз, раз, мелькают. Вчера только захожу, второй человек, который пожелал слушать, но он не просто, а лежит как бы. Ну я начал, вот лежат здесь люди разбросанные, 50% примерно там, а их там полмиллиона, полмиллиона, 500 тысяч, примерно половина раздетые, показывают половину органов, открыто совокупляются, об условиях, кто пользуется, его забанят, закроют. Все это делается. И лежит один человек, что с ним разговаривает? Первая мысль. Вид такой, щетина, и как бы не русский. Я начинаю дальше, как будто не вижу ничего, говорю, ближу, у него катится как бы слеза. Я говорю, апостол говорит, встань спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Христос. Он зашевелился и встал. И стал, говорит, я сегодня на грани жизни, то есть решил сегодня как раз и покончить с собой. Обстановка такая. И далее у нас продолжается. Ролик этот будет стоять. А перед этим один тоже, зашел, и мы с ним пробеседовали. Вот Сергей сделал ролик. Это не полные две минуты. Не полные две минуты совсем. Я вчера, позавчера, беседую с 1 час, 20 минут с одним человеком. И в нем уже во время беседы Господь делает, и мне теперь работу свою. В это время говорят с мусульманами, может, за всю их историю такой беседы никогда не было, что делает Господь. Я сказать, вы такое поле для себя открыли. Это молитва к Богу, чтобы положил начало Сергей Козлов. Я, грешный человек, даже сказал, Сергей, 40 дней случилось, уже после... Сергей, дело твое делось, ты не забывай нас, молись. У меня совершенно другой подход, чем был у Данила Сусоева, которого убили. Мусульмане, как считают. Ну, Бог его знает. Совершенно другой подход. Вот. Они как бы втягивают в это, что вот, докажи. Я доказываю то, что Господь сказал, иди пропаду Евангелие. Не сказал, что иди, отрицай их священные книги. У меня нет такого повеления. Но когда я зачитываю из Евангелия, нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4, 12. Написано. Дальше. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Все на воскресенье. А по их учению, Христос был, они признают Его, Иса. Но только был, пророк взял, все, больше ничего нету. Он судья. Он Бог. А они поднимаются. Это наше учение. Я вас не опровергаю. Почему вы меня опровергаете-то? И они слушают. Я прошу никогда не забывать теперь. То есть, я пока за один ролик у меня час и 20 минут. Ну это уже с одним человеком. А бывает с одним 5 минут, с другим 15, 20 пока не наберется. В одной папке я отсылаю, там соединяют, и получается один. И за это время, еще два месяца нет, у меня уже составлено 200 с лишним роликов. Примерно 240 роликов полноценных, которые каждый день выставляют по два. То есть, это рулетка называется, так разворошили, там уже начинают и другие, спрашивают, как это делать. Почему молитва? Я всех благодарю во имя Господа Иисуса Христа, что расслышали. Речь идет не о двух, не о трех человеках. Вот у нас YouTube. Вот один ролик составить, вот это вот собрание делаем, но это большое. Вот сегодня я его выставлю. Это один. Сколько человек просмотрит? У нас просмотров 32 миллиона. Это цифра, когда говоришь, люди даже не верят. В частном порядке. 32 миллиона. Роликов, которые на YouTube стоят, 14 тысяч 400. Это поприще. И вы участники в этом. И все время молитесь. Потому что покушения очень много. За 7,5 месяцев, на меня покушение было оттуда, с разных сторон, 7,5 тысяч человек, больше, чем полдивизии, которых я занес в черный список. Каждый месяц тысячи. Каждый месяц тысячи. Это вместе взять патриарха, вместе взять правительство, вместе с Путиным, меньше нападок, чем на меня. А он как раз разбирается, шахмата сегодня придет. Может быть, его это коснется, и он через это может Господь его приблизить еще ближе. То есть, это все переплетено. Я об этом говорю, потому что это моя жизнь. Мне это так близко, так дорого. Когда с Володей, у меня лучше получается. Он считает псалтырь, я сижу, вижу человек, внимательно смотрит. А я когда считаю, а глаза опущены, я не вижу. Я выключил звук. Звук это нету, что они там матерятся. А в это время он здоровый, крепкий мужик, показывает, половую член крутит. А это меня могут оттуда самого выкинуть. А я же это не вижу, потому что кадры-то меняются. А если кто-то сидит рядом, он увидел, сказал, щелк, щелкнул. Я теперь пишу, концовку отрезать. Его отрезали вместе с концовкой, больше нету. Он туда и не зайдет. Я говорю о маленьких вещах, но они касаются. Во время, когда начинается служба, открыто, в удовольствии не чихать. Есть суровое наказание за это, суровое, там такими штрафами давят. Я прочитал об этом. Как флаточек, как можно тише сделать-то. Семь минут стоим, в это время прям на духом у меня ба-бах. А если это еще запись идет, так это далеко от твоей штрафе пойдет. Сопил размазал по эфиру. Нехорошо это. Кашлять это другое дело. Кто-то у нас нет стильных кашлят, так она возьмет, выйдет в это время у нее астма там. Это понятно. Вот в прошлый раз вот на этом месте, где Виктор Андреевич я стоял и говорил, воскресенье, прощенное. Надо сделать так, чтобы Володя как-то попал туда. Нет. Я говорю, когда я лежал, Виктор Андреевич доставал одежду мне вечером и возили меня на машине на занятия в университет. А потом привозили, обратно одежду сдавали. Так было, брат? О, это когда было, сейчас по-другому. Ну, Бог-то тот же самый. Нет. Это Надежда Александровна, нет. Она говорила, стояла. Я согласился, я не знаю сегодняшнюю обстановку, но я знаю Бога. Молюсь. Поехали за Володей, выпустили. Пробыл, прощение. Подошли к митрополиту, там улыбка, не выскажешь какая. И батюшка был там. Вот и все. Это Бог делает так. Какие правила? А там карантин. И карантин сняли, как будто в этот день, не раньше, не позже. Поэтому все наши установки, нужно все-таки Господу говорить. Дальше я не могу ничего, Господи, сделать. И Володя с нами сел и поехал. И вот как идет из больницы, я его снимаю, и как были там, и там он нужен был. А уже в понедельник его домой. Выписали. Да, в понедельник. И Володя идет, тоже, оттяженный момент, не на Володю, а на Патке-то. О, его лелеют там, гладят со всех сторон, говорит. Обсылованный. Он шел и видит, вот здесь через два дома дерево наклонилось и прямо на крышу. И они приехали, который город, комиссия там какая, посмотрели сначала, у нас такое же было. И распилили его большими там щурками, а обхват, примерно, вот такой, вот такой вот, пни. Да, видели. По объему. Там 60 сантиметров почти. И он пришел, Володя говорит, дрова рядом. Володя, тебе нельзя, сказали, поднимать нигде. Сказали, в наклонку. А я не в наклонку. А Володя, пошли. Что я должен говорить, когда сам хочу. Но Володю я удерживал. Володя, скажи так? Да. А я знаю, на меня будет нападать. Он взял пилу, которая там трещит. Пошли. Теперь на санках мы все свозили. Когда пойдете здесь, посмотрите, какие лежат. Это мы на себе перетаскались туда. Но старались еще не поднимать. Тебе хуже не стало? Нет. Так одовольство-то какое. Лучше, конечно. Буквально на следующий же день мы уже там, тут были. А теперь, а вы не знаете, это там теперь пропадение сплошное будет. Жестокий тиран, деспот и прочее. Вот слово оглашенное хотелось пояснить. Это не просто так. Вот человек сделал грех и во дворе стоял раньше. Его не запускали даже в храм. Если аборт взял, два с половиной года под дождем, под снегом. А я ходить не буду. Запредельно далеко от храма. Такого этого не было. Люди рвались туда. И были такие эпитемии 28 лет и даже 30 лет отпущали. 30 лет это пол жизни человек. Но разбивалось на 4 части по равной. Но уменьшить можно было на одну треть. Если много слез было и ходатайствовали за него. А ходатайствовать могли люди, которые сами были мучим и были в тюрьме. Только им давалось право. Потому что они исповедники. И потом епископ устанавливал и говорил уже не 10, а 7,5. Допустим. Ну или 6,5 лет. Но никак не меньше. Меньше уже ни епископ никто не мог. Сегодня просто их отбросили как будто ничего нет. Ну и поэтому такое состояние. Православие поругаемо. Презираемо. И в котором в интернете я бы ходил, ну смотря попы на каких джипах давят людей. И патриарх и дальше все. Я не знаю сколько, но больше 90% которые встречаются ропотно наше поведение. Священников в основном. Как так? Мы разве не видим о чем надо молиться? В 8-м кратный день я и прославляю Бога. Поставь себе эту задачу. Священники. Кто нуждается в этом? Отца Глеба, Грозовского посадили. Якобы какое-то там домогательство было или что-то. По основанию он начальник лагеря был там где-то. И он руководил каким-то клубом футбольным, а потом наркоманами занялся. Сумели посадить. 14 лет накатали. Через два года, когда лагеря уже нету там, или там уже нету, через два года одна девочка сказала, там было, что здесь? Я смотрю, ничего нету. А он поехал в командировку здесь так родным вызрает. А его оттуда требуют. И он попросил убежище. Вот у меня дедушка еврей был. Не посмотрели, выдали. Еще год продержали там. Выдали здесь под суд. А мне его когда-то спрашивали, он сказал, зачем кого-то искать? Правильно ответил, раз меня не знаете. Достаточно других там где-то. Но он сидит. Я ежедневно должен поминать его. Если хотите, научим молиться. Господи, я ничего не знаю. Дай ему не отчаяться. А к ним отношения, которые с малолетками где-то статья это, к ним его папа и мама сделают. И он будет насиловать и что угодно. И ничего нельзя сделать. Ко мне было самое высшее уважение. Я поднялся против власти. Все уголовники пальцем показывали. Вот человек не побоялся, сказал, да еще статья 190 это милиционера убил. А 190 прим это о другом. да конечно мента грохнул. А для заключенных это высшая мера похвалы, что я вроде лишил жизни милиционера. И давай слушать ваши истории оказывается от христия. Один священник недавно посмотрел и говорит знаете вот в храм приходите это как в раю. Иконы здесь у нас какие иконы источают свет. люди а в это время там видно торгуют ходят люди ну и рай. Рай какой по чем определяется. Царствие Божие внутри вас есть. А православное о Христе я не знаю ну процентов пять кто-то хорошо знает а так нет. Пришел отстоял стал был православное и мы пришли в рай рай этот устроить еще надо сначала внутри себя и тогда полная будет тишина полный покой могу сказать же как у нас общины все знают свое место друг другу помогают видят но это капелька порошинка одна хотел сказать немножко есть выражения в мире которые люди берут бездомно был такой писатель Сент-Экзепирей летчиком был во Франции и он написал что животные собаки наши меньшие братья не заботитесь хорошо заботитесь о наших меньших братьях Сергей Павлович о чем говорит люди с ума сошли этих собак сколько людей уже пострадало изорвали лицо полживые или умерли там где-то где собак бродящие собаки их всегда уничтожали как я помню тогда ловили петлями а где можно там-то отстреливали отравляли потому что они вреднее волков волк боится а она не боится они одичавшие там перекрещивались и с волками это стая страшная и борется тут по-настоящему только Сергей Павлович об этом док-хантеры называют как бороться вот я видел в Америке одна ведет у нее поводки она ведет ну небольшие пять собачек все на поводке ни одной бродящей собаки я не видел а проехали от океана до океана ни одной нигде ну еще разговаривать мы цивилизованная нация о чем речь идет издают закон бродящая собака в Мамонтовском районе в газете напечатали штраф 300 рублей и вдруг вот прям сегодня сейчас все меняют я летом-то не был здесь приехал собаки которые были ни одной нет я пошел туда где они а говорят а нет и кто-то отравил я к этому ты моих собак не был я здесь а сейчас ровно столько же так же бегают четыре собаки точно такого же большие как будто их никто не убивал четыре больше нету когда Гитлер сказал что всех недоумков которые рождают идиоты там олигофрена уничтожить уничтожили сколько говорят 75 тысяч я беру только из интернета их в пепел и родителям в пепел отдали они никакой пользы не носят война кончилась цифра дошла до этого и остановилась идиотом столько в стране сколько было а почему это оказывается крест который надо нести это надо понимать как нести везде нужно чтобы человек имел прозорливость вперед я не знаю прозорливые люди как они как они не прозорливые а прожорливые но у батюшки у нашего есть прозорливость и он некоторые вещи говорит и говорит так как бы сторонний я после стараюсь узнать а почему ты сказал ты знал какое нет а почему сказал а вы знаете что батюшку избирали на епископа там голосуют в синоде батюшка наша тогда еще его избрали проголосовали чтобы все 100% этого не бывает за него 100% и приехал сюда и в тихий наш епископ на вокзале он меня вывел на улицу и стал уговаривать чтобы я повлиял на отца Акима чтобы он согласился стать епископом как хорошо что получилось так как есть как хорошо что у него есть матушка вот именно так вот здесь сидела сейчас неонила ее нету вот она говорит вас батюшка не будет а что будет тогда как говорят люди все рухнет я отвечаю нас не будет может еще и лучше будет мы уже привыкли кое к чему это в божьих руках когда люди плакали Степана побивали Степана нету горе это написано был великий плащ его не на мощь разрезали а похоронили вот как было все а рядом стоял тот который берег одежду доверенное лицо будет ему замена может быть во много раз больше сделает чем он апостол Павел его убили убили он говорит вижу Господь стоящего Иисуса то есть Господь сидящий одесной отца а тут стоящий то есть приветствует мучеников принимает и вот мы должны довериться Богу нас не будет а Бог сделает еще и лучше мы молимся об этом я каждый день перед Богом предстоя простирай руки и говорю Господи устрой как тебе угодно а нас научит принять это от тебя а мы может совсем не так как мы думали вот сегодня у меня эта встреча чем она закончится наживу я друга или врага ничего неизвестно а я не промолчу буду говорить если вопросы будут задавать Игнать Игнатьевич вы говорите говорите вы уже спугаете вы говорите как всегда обыкновенно а что перед ним любезитель я не могу понять кто он да вообще блогер блогер и блогеров миллионы журналист ну журналист ну и что теперь дальше дальше защите их обиженных у него за ним звание и он едет туда и узнает и собирает факты и представляет где властям и прочее чтобы собрать сто тысяч подписей самому добиться приема патриарха до сегодня что ли это вообще а разве это не говорит в его пользу это герой это не просто лайк поставить лайк это положительно палец кверку лайк положительный лайк собаки не забудьте не забудьте ему сказать что надписи на теле не должно не должно наноситься и этого еще упомяните там этого священника актера тоже ему пример приведите этого балбиса тоже никто и дать не сказал ему священники поставили сегодняшний день вот как мы есть постарайтесь у Бога выпросить понять вот этот стих ничего не надо сложить руки не дергаться иначе все беды которые там сейчас есть они обрушатся на нас нам ничего не надо только сидеть тихо спокойно и молиться и благодарить Бога благодарить у нас каноны считаются здесь Андрея Криско не просто а на три ступени одна часть покаяния вторая благодарение и третье славословие и кто были те знают а где еще так делается стали запросы у меня делать нынче никогда так не было дайте этот канон дайте как вы его то есть то же самое но подняли на три ступени то есть где-то пробуждаются вот и все ко мне вопросов нет спрос на книги книги кончаются и каждый почти день пишут отсылаем редко но чтобы узнать целиком один раз только запросили в этом году главное это вот трехтомник христиану православия христиану православия по детству фензентару тоже попрошу можно вам вопрос давай а вот вы эти ролики составляете про эту рулетку вы рулетку запускаете потом оттуда нельзя запускать там нет нельзя я на канал на свой переношел а в рулетку там ничего и нет там только познакомился сотворил блут и беги домой там больше ничего нет садом садом и гамора а я думала вы запускаете нет там никак они там разврат только ждут там разврат и маленькие сидят и ждут когда картинка с развратом ну вот так и выпрашивают еще даже все как галчат завершаем 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 достойно я довольствую блажистик облагородницу пресновлаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херурин и славнейшую без сравнения с терапин без искрения бога слово большую сущую Богородицу тебя величайя дни рождения у Севастьяна было 11 числа давайте у Севастьяна многое лето многое лето многое лето многое лето многое лето многое лето Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, очи, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву возъяне рук, как жертву вечерней благоухания приятной перед престолом благодати Твоей. О, Владыка неба и земли, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный наш Господь, Спаситель и Искупитель, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и сохрани. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой, голос Твой. Аминь. Богу славу. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо.